Короче, Никита, ты везешь мне книжку, мы, наверное, записывали штуку, это очень тематически, я, короче, все прочитал по черному молоту, а вот это найти не смог даже в скане. И теперь почитаю физически, вообще, очень круто. Большая, Никите, спасибо. Пожалуйста, я-то. Пойдем. Здарова! В общем, все, кто смотрел влог, в курсе, что когда я ездил в Москву, Никита Марк подарил мне вот этот комикс. И у него сейчас, кстати говоря, начался некий марафон черного молота, он рассказывает про эту серию в целом, но старается ее не спойлерить, просто привлечь новую аудиторию к классной штуке. Я же все-таки спойлерить здесь немножко буду, это не часть его марафона, просто я тоже очень люблю эту серию, я прочитал практически все, что по ней вышло, там осталось буквально пара исключений. И так как Никита подогнал мне этот комикс, я не мог не сделать на него обзор, и я чертовски рад, что этот обзор вышел еще и не вымученным, а что мне действительно искренне очень понравилась эта история. Кстати, Никита, в ответ я жду от тебя обзор на черную дыру. И сегодня я хочу рассказать про одну очень классную штуку, действительно так совпало, что часть молота мне пришлось читать в оригинале, назовем это так, на английском языке, так как в России вышло всего 8 книг из довольно большой серии. И остальные я нашел, прочитал, вот, вот это вот найти не мог. Никита мне это подогнал, я наконец с ним ознакомился, и что я могу сказать, это одна из действительно лучших историй в серии. Считается очень хорошей историей про доктора Стара, доктора Андромеду, но, честно сказать, вот эта штука мне по итогу даже больше понравилась. И, в общем-то, само видео не столько про серию, сколько про самого персонажа. Персонаж этот... Да, давайте начнем. И персонаж. Этот персонаж это полковник Верд и непосредственно комикс Колонел Верд, Космогог. Эту серию я мог бы назвать фильмом Нолана, если бы Нолан не пытался снимать полетензвездное дерьмо. Когда я начинал читать Молот, честно говоря, полковник казался мне самым неинтересным персонажем. Это такая смесь... Блин, да даже сложно сказать. Его и с Дэдманом сложно сравнить, там, и с другой персонаж, на него похожий. В общем, этот чувак, который путешествует между мирами и постоянно не понимает, что происходит, в каком времени он находится. В общем, в начале, в основной серии Черного Молта, он скорее раздражает. Однако, впоследствии, ты все больше узнаешь, что персонажа, и начинаешь даже, возможно, к нему проникаться. И именно, кстати говоря, из-за того, что это основной персонаж все-таки в серии, да, что он является одним из главных действующих лиц, и из-за того, что, вот, прочитав основную арку, какие-то побочные, где он появлялся, я вижу, что сделал этот персонаж, вижу, какой путь он прошел. Этот комикс из вот этих вот факторов повлиял на меня гораздо больше, произвел классное впечатление, и, собственно, хочу сказать, почему. В момент своего появления полковник предстает нам странным дедом, странником между мирами, и нам говорят, что, в общем-то, это то, на что он способен. Он постоянно куда-то исчезает, где-то тусуется в своем вот этом пароизмерении, и все. Позже мы узнаем, что он не просто путешествует в параверсии неком, да, а он путешествует между разными отрезками времени, и, как мы позже узнали, даже между некоторыми измерениями. Однако в персонажа скрывается гораздо большая глубина, чем кажется. И, прочитав Космоглок, я действительно уже проникся этим персонажем и понял, что он очень классный. Конкретно вот этот комикс описывает нам не какой-то период времени, наверное, из жизни полковника, а вообще всю его жизнь, но с точки зрения, коротко, всю жизнь полковника, но не в формате, вот он родился, повзрослел, вырос, там, состарился и умер, да, он, если что, до сих пор... А, никаких спойлеров. Хе-хе-хе, читайте сами. Да, соответственно, нам описывается вся его жизнь, но как раз через призму того, как ее видит сам полковник. Причем линейность повествования действительно есть, сам полковник продолжает свою мысль, но его постоянно флэшбэчат в разные отрезки. От своего детства до, по-моему, последней точкой там стало то, что запустило события основной серии «Черный молот» — это сражение с антибогом. При этом действия самого комикса на самом-то деле происходят скорее между непосредственно эрой рока, это, получается, третий-четвертый вольюм, если смотреть по тому, как это выходило в формате ТПБ, ну, это официальная Дархорсовская, по сути, нумерация. И, получается, «Черный молот» — это вот все, что дальше выходило, и это то, чего, к сожалению, на русском языке не вышло. Итак, что же такого привнес Космогог в персонажа, что я, внезапно, прочитав всю основную серию, переосмыслил его, переосмыслил свое к нему отношение? Все довольно просто. Нам показывают душу этого персонажа, нам показывают его переживания. Тут он идет не где-то на фоне, а все-таки мы видим всю ситуацию от первого лица, от того, как он это видит, и мы видим действительно страдания этого персонажа. Персонаж действительно много пережил. Нам показывают, что персонаж живет в некой временной петле. Он переживает одни и те же события в своей жизни снова и снова, и никак не может выйти из этого замкнутого круга. Более того, какие-то ужасные лично для него в его жизни вещи он обязан вновь и вновь повторять. Для того, чтобы это привело, сделало его тем, кем он является, привело его к определенным событиям, чтобы он смог повлиять на события более важные, более масштабные, чтобы помимо своей жизни, да, он мог непосредственно привести всех главных героев к какому-то логическому концу, к победе над великим злом и прочей стандартной для супергерой штуки. Когда я говорю про то, что персонаж зациклен, я имею в виду буквально. Мы, получается, думали, читая основную серию, что герой полетел в космос, столкнулся с некой паразоной и с тех пор он начал странствовать между вот этими вот мирами, но по сути этим моментом он зациклился, создал некий временной парадокс самого себя и бесконечно странствует по своей жизни, переживая худшие моменты, соответственно, этой самой жизни. О чем я говорю? Нам буквально показывают, как маленький капитан, он еще не капитана, просто Рэндал Лэйрт, да, бегает по полю и видит себя, собственно говоря, уже довольно пожилого. То есть его, вот эта точка, сейчас будет странное сравнение. Во флэше меня бесило, да, нам показали, как вот эти линии времени пересекаются и меняя одну точку времени, он меняет и прошлое, и будущее. Здесь это не совсем так. Однако, действительно, он повлиял и на свое прошлое. Почему я говорю, что он создал парадокс, да? События не изменились радикально там, да? Не знаю, Абрахам Слэм не превратился внезапно в Майкла Китона или Джорджа Клуни, но так или иначе мы видим влияние. То есть, маленький Рэндал видит себя из будущего. В течение всей жизни он встречается со своими разными версиями. И самого Рэндалла... Вот тут, кстати, интересно показано и довольно странновато. Иногда он просто оказывается в каком-то событии, такой, как он есть, а иногда он оказывается там буквально в теле себя того времени, переживая этот фрагмент. Мне кажется, что персонаж периодически живет на автопилоте в ожидании, пока он из будущего окажется в своем теле. И это действительно интересно, потому что персонаж пережил буллинг в детстве, персонаж пережил потери друзей, товарищей по команде. И он продолжает делать те же выводы, продолжает скрывать от них правду. А там, когда было нашествие инопрешеленцев, которые с собой вели анти-бога на землю, он сказал, нет, я не знаю, что это, хотя, ребята, ты уже все это видел. И непосредственно одним из ключевых таких событий, которые меня тронуло, стала смерть его возлюбленной. Нам показывали в основной серии, что у него была девушка, с которой он много лет не виделся, из-за своих вот этих странных странствий. Он к ней возвращается, и она очень просит его взять ее с собой в плантовую зону и посмотреть на его мир, быть с ним, чтобы они дальше путешествовали вместе. И там она, вау, спойлеры, погибает. И, казалось бы, ну вот этот момент же никак не влияет, да, его можно вычеркнуть, он мог это исправить, но, к сожалению, не этот опыт, который он должен был получить. Почему? Оглядываясь на смерть этой девушки, в дальнейшем он будет знать, как влияет паразона на людей, что они подготовлены и не стоят туда попасть. Это, по сути, событие, которое потом дублирует смерть самого Черного Молота в комиксе. Вау, да, на момент начала основных событий он уже мертв. Это сложно назвать спойлером, что об этом говорят в первых, на первых же страницах. И вот, возвращаясь в это воспоминание, да, он видит ее, и он хочет, хочет сказать ей, нет, это опасно, подруга, оставайся дома, тебе это не надо, но не может, потому что это важное событие. Без этого события он не станет тем, кто он есть, он не спасет своих друзей, да, он не будет знать, что случится с Молотом. И это действительно жутковатая штука, да, такое влияние судьбы. По сути, если задуматься, весь комикс буквально о том, как персонажи выстраивают вот этот цикл, строят некую судьбу свою, да, и борются с ней. Их цель выйти из этого цикла, их цель победить вот эту странную судьбу. И когда на момент концовки Рока мы думаем, что это получилось, нет, туда добавляют историю с мультивселенной, появляются другие персонажи, да, и Black Hammer Reborn продолжает всю эту штуку. Жду очень сильно The End of Black Hammer, чтобы посмотреть, что там будет, да. Кстати, я сейчас понял, что это очень все напоминает сериал Тьма от Netflix немецкий. Там тоже была эта история с циклом времени, из которого нужно как-то выбраться. Забавная штука. История Капитана Верга, это история про одиночество, про невыносимую боль, про принятие потерь, про неизбежность судьбы в каком-то смысле, но при этом попытки борьбы с этой самой судьбой. Меня эта история очень тронула. Конкретно вот этот комикс, да, Капитан Верд Космогог, его нет на русском языке, даже в сканах вы его так не найдете. Но я все равно очень рекомендую, если вы маломальский, знакомый с английским, он несложный. Ознакомьтесь с ней, это очень крутая, очень трогательная штука. Лично для меня, в серии Черного Молота, эта история стала одна из самых любимых. И, как я уже сказал, на мой взгляд, она даже чуть-чуть приклевывает историю Доктора Андромеды, хотя во многом они даже пересекаются. Говоря про сам комикс, помимо того, что он невероятно интересный и захватывающий своим сюжетом, ну как, он не захватывающий, он скорее такой чувственный и немножко заставляет включить голову, подумать. Читается он очень быстро, на одном дыхании. Так вот, помимо этого, там потрясающий рисунок, великолепный покрас, есть красивые обложки. В целом, очень классная штука, да. И, что хочется добавить, по поводу его структуры, это стандартная для Черного Молота филерная, так сказать, арка, да. Некий спин-офф истории. Он, в общем-то, выполнен в четырех выпусках. Такая же история была с Доктором Старос, серией Черный Молот 45 и что-то у нас еще выходило. Не вышедший на русском сольник марсианина местного. Вот, они все выполнены в четырех выпусках, и это отличный формат, ты не устаешь, тебе не надоедает. И не появляется вот это ощущение, что серию продолжают и делают филеры, лишь бы бабла на них нарубить. Нет, четыре выпуска, продуманные, прописанные с начала до конца истории, очень классно. Я, кстати говоря, рад, что вот у меня она именно в формате ТПБ, а не с иглами, потому что мне сложно разделять эту историю. Буквально, где у тебя идет последняя страничка, там начинается первая и следующая выпуска, и она очень цельно, здорово читается. Это был такой странный пробный форматик, решил он немножко рассказать про какого-то конкретного этого персонажа, еще и небольшая двойка, а все-таки альтернатива, серия «Черный молот», довольно культовая. Сейчас про нее снова много кто начал вспоминать. Жду экранизацию, нет, не было никаких анонсов, но мне бы хотелось посмотреть. Опять же, дайте ее Нолану, да, только запретите что-то додумывать. Красивый все он с ними. Можете написать, нравится ли вам такой формат, дополнить, что я забыл сказать про персонажа. Может быть, вы хотите, чтобы я еще про какого-то персонажа или события, историю рассказал в подобном формате, где мы просто с вами вот сидим, да, за одним столом на диванчике, общаемся, тут пьем вот чаечек. Классические сцены, где я что-то ем в кадре, обожаю свой контент. А в остальном, по классике, да, жмякайте пальчики, бейте по яичкам, оформляйте подписочки. Может быть, вы еще не в курсе, мы с ребятами, там, да, с Никитолком, с Никитимарком, что скучаешь классно в талантливых ребят, которые имеют предиторию гораздо больше, чем у нас, создали некое объединение, назвали его 25-й Гаттер. Пишите в комментариях, если вы знаете, что такое Гаттер. И попробуйте угадать, почему 25-й. Вот. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на паблик. Это классное, это классное сообщество, так сказать, антология самого разного контента на гековую тематику, да, там, комиксы, манго, обзоры, текстовые посты, видео, подкасты, очень круто. Также вот-вот должен будет выйти в видеоформате мой подкаст с моим хорошим товарищем, который уже доступен на Яндексе и ВКонтакте и вот-вот должен появиться в Apple подкастах. Послушайте, там тоже очень много интересных разгонов. Всего хорошего!